Хайрлтан, доброе утро. Бугунусы Ясакхаласы в Курбхайтай. Сегодня предлагаю посмотреть город Ясак. От границы города Алматы до города Ясак проехали около 45 километров. Буквально за один час. По данным на 2023 год здесь проживает 41 тысяч человек. Ясакхаласы в Курбхайтай, добро пожаловать в город Ясак. Бугунь джерма жетниче Маусом 27 июня 2024 год. На везде здесь появился новый объект, точнее идет строительство объекта. Прямо вот здесь вот на везде в город. Видимо это какая-то новая школа. Трехотажное здание такое большое. Вот, есть вот такая большая арка. Кошки лингздер, ясак. Есть знак даже о том, сколько людей здесь погибло. Странно, конечно. Но вроде как все по нулям. Тоже идет какой-то ремонт или реконструкция. Обалдеть, здесь начали делать дорогу. Так, а мы что, по встречке поедем что ли? Здесь с правой стороны полностью делают дорогу. И как бы я, я по всей видимости еду по встречке. Ну что неудобно, как бы мне и в встречке неудобно ехать. Так как здесь не везде есть асфальт. Очень, конечно, неудобно сделали. Но видно, что вот здесь хотя бы заасфальтировали обочину. Так как до этого не было асфальта. И как бы, ну, мы ехали, можно сказать, по одной полосе. И мне постоянно уступали дорогу. А так, видите, прям конкретный ремонт идет. Полностью меняют полотно. Основание меняют. Я не знаю, когда закончат данную дорогу. Но, я думаю, жители города Ясак давно этого ждали. Выпуск про город Ясак уже есть на канале. Старый выпуск. Зимний выпуск, можно сказать. А это будет летний выпуск. Здесь вот старый асфальт сохранился. Но его все же закрыли. Поток машин большой. Большинство людей едут уже на работу. Большинство, я думаю, работают в городе Алматы. Здесь тоже вот местами перекопали. Ну что ж, здесь вроде как заканчивается. И можно выехать на... Или как сплошная, непонятно. А, ну вот вроде есть разделение. Это вот основная дорога, основная улица по городу Ясак. На некоторых картах данная улица обозначена как Алтан-Адам-Кучесе. Улица Алтан-Адам. Золотой человек. 225 маршрут. Автобус едет. По городу тоже есть многочисленные АЗС. Город довольно большой. Ну, точнее, в сравнении, конечно же. А так, небольшой город. ЕСЭК-Автошкола. Знак школа. Караоке. Мерам Ханаут-Надам. Управление государственных доходов по Ямбекши-Казахскому району. Да, кстати говоря, город Ясэк является административным центром Ямбекши-Казахского района. В начале, когда мы заехали на территорию города, там раньше были Ясэкские дачи. Но в данный момент, я так понимаю, что это все зашло в состав города и теперь уже является городом Ясэк. В этой части дороги так себе, много неровностей, ям. Есть вот такая схема проезда. Тандыр самца. Так, перекресток. Пешеходный переход. Едем дальше по основной дороге. Газпром, нефть, Туран. О, здесь, кажется, новый асфальт. Да, здесь прям новая дорога. Пока что разметки нет. Но, дорога, видать, не вся новая. Зуля. Фируза, КФС. Спектр. Алтнадам, 113 дом. Да, эта улица называется Алтнадам. С левой стороны есть тротуар. Видно, что проведен газ. Жанна, Пассаж. Здесь, видать, какие-то идут работы по ремонту ароков, что ли. Или трубы меняют. Есть вот такой памятник. Асель, Саудаврталова. Центр Плова. Потихоньку подъезжаем к базару, который находится в городе Ясык. Можно сказать, что данная часть города, она является, ну, таким, знаете, как бы центром. Но не административный центр. Здесь просто находятся базары, автостанция, вот в этой стороне находится, вот автобикет. Кафешки и так далее. А, также в этой стороне находится храм, мечеть большая. И еще находится городской акимат. Вот, как бы районный акимат, там дом культуры и так далее, находится в другой стороне города. Там в начале, можно сказать, мы его проехали. Вот, сейчас проезжаем район базара, здесь с левой стороны базар. И здесь вот протекает река Ясек. Аусер, ломбард, адвокат, нотариус. С левой стороны здесь храм. Направление на озеро Ясек. Ясек Кольон Турчахрам. Здесь вот есть вот такой еще памятник. Также здесь в городе есть, вроде как, несколько колледжей. Ну, или один, или два, кажется. Один, знаю точно, где-то здесь, в этом направлении находится. А второй, вроде как, где-то в городе. Тоже вот АЗС есть. Какая-то, видимо, новая база отдых, что ли, Таус-Амала-Дида. Впервые слышу. Если не ошибаюсь, вот здесь вот находится местный колледж. Вот он, Джетсуевский гуманитарно-технический колледж. И какое-то предприятие, Unifruit Production. И конец города Ясек. Также здесь в Ясеке есть Ясекский гуманитарно-экономический колледж. Так, предлагаю прокатиться по этой улице теперь. Больше, так скажем, по городу. Ясеком, Алтен-Бейсегом. Прикольно. Ясеком, Алтен-Бейсегом. В большей степени город Ясек, это, ну, как бы частные дома вот такие. Маленькие, одноэтажные. А так, конечно же, если вот сейчас в сторону административного центра поедем, то там будут и многоэтажные дома тоже. Тоже есть тротуар здесь, газ проведен. Канализационные люки есть. Газовые трубы здесь прям такие огромные. Вот с левой стороны есть маленькие, но вот с правой стороны прям огромные трубы проведены. Так, видимо, выезжаем еще на какую-то главную улицу. Улица Орумбетова. Канализационные люки. Сдам в аренду. У Орумбетовку часа. У Лиза Орумбетовка. У Лиза Орумбетовка. У Лиза Орумбетовка. Продолжение следует... 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 здесь видимо еще одна школа а вот он если гуманитар лак экономикал колледжи здесь вот находится колледж маки маки суши пицца вот такой вот высокотажное здание ну кажется она заброшенная частично на верхних этажах нет окон а еще есть то медицинский колледж оба калтареса переулок абая не знал что период так переводится медицинский центр есть дарах она аптек здесь вот чтобы новое строится а и мхана и мбекши казак ауданын аралы куб салалы ауруханасы и в целом здесь уже после как в больнице заканчивается гордился начинается уже область опять были к аудакова круга пример вот вот будем сюда вот заезжать дальше но может туда некуда ехать так сказать хозяюшка вот здесь какая-то новая дорога есть тоже тротуар есть можно здесь прокатиться здесь вот дом продается улица булашах видимо это новые районы совсем деревьев не так много дорожное освещение есть газ проведен дома выглядят ну новыми прям такие на и двухэтажные коттеджи это видимо новые жека или или что или общежитие может быть похоже на новые дома да прям пятиэтажки такие интересно конечно вновь пятиэтажных домах есть лифты на выглядеть новым спорт сарае здесь вот находится еще а так здесь городе отлично ловит сотовая связь теле 2 актив работает интернет вот такие вот тоже из но многоэтажки пятиэтажные вот в этих видно что живут люди уже а здесь вот спорт сарае дворец спорта кажется еще позади него есть большая территория стадион дед мухаммед кунаев такой вот мурал появился миг теп школа с правой стороны видимо еще и школа а с левой стороны здесь как помню находится парк местный были там зимой там вот есть горки в плане именно для катания на на санках на баллонах а в летний период вроде как там должно быть у озера что ли типа того ну типа как водохранилище вот и еще как помню здесь вроде как есть фабрика но одно из один из филиалов фудмастера вот есть тоже сантехника втовая техника мечта здесь вот с левой стороны парк а справа стороны фудмастер вот джамбулат на уже остался и оба время работы парк в парке есть бюст джамбул жабаева клубника в шоколаде впервые в этом парке вообще летом до нермания шашлыки готовят такие вот диванчики есть здесь вот сейчас люди бегают кто-то ходьбой занимается с утра пораньше как говорится здоровый выбор жизни так подошли к этому углублению который как бы типа водохранилище но кажется здесь воды нет вот такая вот территория есть беседки ну как бы типа над водой типа вода здесь предполагается по сути так как беседки изначально делались как будто они на берегу воды вот и там даже есть такая вышка типа с него видать ныряли раньше там даже ведь он есть лестница вышка такая площадка вот а сейчас здесь вот такой вот не знаю как это назвать все заросло воды нет сцена есть к площадка есть вот такая есть вот детская площадка здесь ну вот эта горка выглядит очень грустный я так понимаю это что-то вроде кареты и вот этих животных типа якобы запрягли за них и они ведь их будто бы тащат главный надзиратель видимо еще не построили странно но посередина лета уже должны были собрать или может быть не стали или вот таком состоянии просто теперь она стоит кажется за последние годы численность населения города если не особо сильно выросла такие вот цены на питание в парке пункт полиции есть здесь тоже есть какие-то типа развлечения там кажется он батуты вижу вдали здесь видать скамейки вот такие вот столы вот такие сделают и он там вот надувные что-то тоже есть выехали дальше здесь вот встретили местных жителей в парке они подсказали что данный бассейн который я только что видел его говорят уже более пяти лет не заполняют были несчастные случаи также здесь городе есть история как историка краеведческий музей оказывается 2 льва перед магазином улица тохтабаева проспект жамбула здесь вот находится район акимат и и улица моментово и и и и и одной из объекты и и и и и к и и и и и и Кузей, кажется, маленький. Кузей, дорог. Гольдер. Стоматология, зоомагазин. Выехали на улицу Аозова. Она односторонняя вверх. Получается в южном направлении. Есть дорожные камеры. Пешеходные переходы. В горах над городом Ясык до сих пор лежит снег. Это, конечно, радует. Субтитры подогнали. Субтитры подогнал «Симон» Поехали вверх. Впереди там дальше вижу купол мечети. Вдоль данной улицы также продаются дома. О, добрались до базара. Здесь вот торговые центры есть, торговые дома, ломбарды. Виктория Саудаварталова. Рядом с мечетью есть парковка. Также здесь еще зимой заливают ледовый каток. Вот доступ к реке есть, скамейки, очень много мусора вдоль реки. Видно, что здесь народ вечером гуляет. И также вон появились детские площадки и игровые площадки. Вот такой вот парк. Памятник ВОВ. И вот такая бронетехника появилась. А здесь в парке, вон видите, все усеяно цветами. Фонари. Есть памятник вечному огню. Вот, мемориальный памятник, посвященный участникам военных действий в Афганистане. Рядом находится кофейня и там вот мечеть. И кажется, мечеть ее расширяет, что ли, она стала больше. По сути, у города Ясык есть большая такая возможность стать прям туристическим хабом. Но почему-то этим здесь не особо пользуются. Все же сюда приезжает огромное количество туристов. Точнее, не сюда конкретно, а проезжают мимо. Ездят на озеро Ясык, в Тургеневское ущелье и также на плато Асы. И все это через город Ясык. Обелиск славы сооружен в честь граждан города Ясыка, погибших в боях за нашу родину. И огромное количество имен. Оставили машину, что ли, забросили. Окна открыты. Никого нет. Алматы, кучеса. Улица Алматы. А это вот улица в сторону озера Ясык. Козактелеком. Вестерн Юнион. Казпочта. Есык к көле он без шахарм. И в целом, по этой улице можно до конца ехать и доехать до озера Ясык. Если по этой улице до конца ехать, то можно добраться до озера Ясык. Но в целом, я думаю, многие это уже поняли. Также в этой части города есть большой роддом. Решили вот зайти покушать. Аннушка шашлычная с 10 утра работает. Кстати, сюда пришли по рекомендации Анзора. Он рекомендовал это. Я сказал, что здесь баранина, шашлык вообще шикарный. Будем пробовать. Ну что ж, вот и пообедали. Можно, как говорится, ехать дальше. Было вкусно, кроме люля-кебаба. Люля-кебаб был какой-то чересчур маринованный. Ну, то есть, слишком много специй. А так, покушали. Чай очень вкусный тоже. Баранина хорошая. Будете здесь, как говорится, знайте. Есть вот такое место, чтобы покушать. Если знаете, еще какие-то рекомендуете места в городе Ясык, то, пожалуйста, делитесь в комментариях под видео. Рахмет Цаубол Низдар. Спасибо и до скорой встречи. Продолжение следует...